Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, будем говорить о нашей недельной главе. Наша глава называется Итро. Вы наверняка в курсе, что так звали Тестя Моше, но эта глава просто критически важна для того, чем является еврейское мировоззрение, самоидентификация, еврейская история, потому что именно в ней мы читаем о Синайском откровении и получаем Десять заповедей. Честно говоря, у меня немножко смешанные чувства по поводу Десяти заповедей. Особенно меня умиляют люди, которые говорят о том, что, ну вот, может быть, всю Тору я не соблюдаю, но Десять заповедей так точно соблюдаю. И давайте только подумаем, назовем вещи своими именами. Во-первых, скорее всего, эти уверенные в себе люди, которые считают, что Десять заповедей – это самое главное, сразу подчеркну, что это не так, вряд ли смогут перечислить все Десять заповедей, кроме того, перечислить их по порядку, потому что порядок очень важен, ввиду того, что Десятая, последняя в этом списке заповедей, она опровергает утверждение о том, чтобы хотя бы Десять заповедей я соблюдаю. Какая Десятая заповедь? Не завидовать, не вожелать движимого, недвижимого имущества, мужа, жену, чужого мужчину, чужую женщину, да вообще ничего не желать, что принадлежит твоему ближнему. Как же быть? Пейте Кока-Колу, ведь эта Кока-Кола пока мне не принадлежит, значит, она не моя, значит, я уже завидую, а Just Do It, Nike или лайки в Инстаграме. Как с этим жить? Это же невозможно. Более того, действительно, наши мудрецы говорят, что это абсолютно невыполнимая заповедь, и Бенезер, величайший испанский комментатор, прямо так и говорит, он даже не говорит, я бы сказал, кричит о том, как может быть такое, это, естественно, подымет много бровей у читающих этот текст, что Всевышний дает нам такую заповедь, ведь невозможно, чтобы человек, который что-то бы захотел, что-то ему понравилось, чтобы он не обращал на это внимание. Кроме того, понятие зависти – это вообще неотъемлемая часть мировой культуры, литературы, большинство извеченших сюжетов на этом построены. Ну а самое главное, практически все сюжеты нашей Святой Торы с самого начала, основанные именно на зависти. Луна и Солнце, первый любовный треугольник, Адам, Хава и, конечно же, Змейн, Каин и Авель, вплоть до Муше и Кораха – это все и есть зависть. Самое интересное, что другой испанский комментатор, Робейну Бахья, говорит о том, что не просто это невыполнимая заповедь, а эта десятая заповедь, она находится именно десятой, потому что она приводит, это нарушение на зависть приводит к нарушению всех остальных заповедей. Ведь если ты что-то очень захочешь, что тебе не принадлежит, то там гляди и своровать ты сможешь, и свидетельства не те дашь, не дай бог до убийства доведет, когда тебе что-то хочется, что принадлежит другому. Ну, и родителей не пожалеем, да и шаббат, в общем-то, можно нарушить, если что-то очень-очень хочется. И в конце концов ты скажешь, да кто такой вообще этот бог, чтобы говорить мне, что хотеть, а что не хотеть. Я надеюсь, что я достаточно сгустил краски. Дамы и господа, как же с этим жить? Честно говоря, не знаю. Но наши мудрецы, на мой взгляд, предлагают нам три варианта, которые мы с вами поделюсь. Первый заключается в том, основывается на словах великого Ирлеля в книге Перкеавод «Этики наших мудрецов» о том, что «Аль тадимит хаверха адшитагелем и кумо». Мне кажется, что это важнейшая мота вообще еврейского образа жизни. Не желай, не суди своего ближнего, пока не окажешься на его месте. Другими словами, когда ты что-то захотел, что принадлежит твоему ближнему, ты не видишь общей картины. Ты видишь только этот маленький аспект жизни твоего ближнего, которому ты завидуешь. Но ты не знаешь, что находится в противовесе этому. Ты не видишь общую картину, а хочешь что-то маленькое. Подумай о том, на что ближнему твоему пришлось пойти, чтобы попасть в ту ситуацию, в которую ты ему будешь завидовать. Мозгами, может быть, это можно понять, но все равно же очень часто хочется того, что тебе не принадлежит, хочется того, что есть у твоего ближнего. Поэтому второй вариант предлагает нам Алтаребе. В своем основном, основополагающем труде хасидизма, книге Тания, он выводит постановление, очень важную формулировку, Разум властвует над сердцем по своей природе. Объясняет и немножко облегчает нам ситуацию. Объясняют эти фразы в своей беседе, Любави, последний Любавичский рэбэ, говорит о том, что действительно мы должны развивать интеллект, мы должны развивать мозги, но сердцу, как говорится, не прикажешь. Другими словами, когда ты видишь симпатичную девушку или симпатичного парня, это нормально, я надеюсь, вы осознаете это, что у тебя возникают какие-то желания, но главное развить свой интеллект настолько, чтобы вырабатывался своего рода защитный механизм, когда эти желания к тебе поднимаются, чтобы был какой-то защитный механизм твоего интеллекта, останавливающий эти базисные инстинкты. Ну а третье, дамы и господа, если действительно так уж хочется позавидовать, говорит вавилонский Талмуд в разделе Баба Ватра «Кенатсофрим Тарбэхохма» «Зависть между мудрецами преувеличивает мудрость». Когда Эзра Асойфер, который вернул еврейский народ из вавилонского изгнания, устанавливает систему еврейского образования, он не стесняется того, чтобы установить одну школу рядом с другой, одного мудреца рядом с другим. Почему? Потому что если вы свободомыслящий человек, то увидев, что кто-то выучит больше Торы, выполняет больше заповедей, вы не будете завидовать, а просто сами начнете изучать больше Торы, делать больше заповедей, да в конце концов просто сами станете лучше. Успехов! До встречи! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова